Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все будет зависеть от того, кто лучше поплотит задушку тренера на поле. Охуеет. Сначала, блядь, в старте, блядь, Арсенала, Лига Чемпионов. Охуеет. Такой повар у забудет. Ну что, начинаем мы матч. Наконец-то он начался, да? О, нормально, отбирай мяч, но мяч остается и у нас все равно же. Короче, пас. Да, блядь, ну это вообще глупо. Не отнимаем. Ну как всегда, как везет у нас. Мяч, как им ни рикошетом, он по-любому попадет при противницу. Главное, там ничего не было. Угловой мяч уходит, на угловой. Он не говорит, что еще желтый ему крепнул, блядь. Короче, они распасовываются, собираются. Ну, понятное дело, все посмотрим. Ну тут спокойно, ну мяч у них. И подает в штрафную, кто там выиграет мяч. Не, контратаки у нас не будет. Контратаки у нас не будет, у нас нападающих здесь нету. Вот эта группа, по-настоящему классные команды в ней собрались. И будет серьезная борьба за выход с плей-офф. Да уж, я думаю, из группа, судя по матча, будет решаться вопрос выхода из группы. Нас ждут очень интересные игры. Блядь, Чалов дает фиговый пас и... Мы теряем возможность даже ударить поворотом. Хороший пас для Риа Мадрида, но наш игрок успевает за этим лечом. Да блядь, ошибки в защите. Ошибки в защите, особенно около центра нашего нападения. Штрафное, это очень опасно. Да блядь, это пиздец. Чалов не успевает за это мячом. Ну куда такой пас давать, куда? Зибись, 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 зибись. Ну и что вы творите? Вы даете ударить. Если не воротарь бы, тут вообще был ужас бы. Тебя пропустили бы. Дебау всегда хороший пас даст по флангу, а он пас. Навец и тут воротарь у них выходит на поле. Зибирает мяч. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Переклад был хороший. Хороший пас на фланг. Что-то какая-то скорость маленькая здесь, я что-то не понимаю. Хороший пас, и тут хороший момент удар по воротам. Воротарь справляется, и тут еще один удар. Но это слишком кривое. Куда-то там бить-то так, а? Ну куда там ты бьешь? Блин, ну это удар просто жестоко мимо. Жестокий мимо удар. Так, удар от ворот у нас сейчас будет происходить. Рео Мадрид выбивает мяч. Давай. Понятное дело, он решил на атаку, но при этом мяч остается у них. Ну, как всегда, обычно не бывает. О, отнимаем мяч, замечательно, даем пас. Блядь, пас не проходит, пас не проходит у нас. Да бегите, бредь, назад, ё-моё. Ну, угловой мяч уходит. Под катом не даем, или сделать навес. И прямо в центр штрафной полиции. Хороший пас. Мяч куда? Отворот будет удар, да? Сегодня нам сообщили последние новости об активности Баварии на транширном рейте. За этим следил коллега Гитл. 42 миллиона 4000 фунтов. У, там центральный полузащитник, хороший гол. Забыл про него, будем смотреть. 23, что ли, ему и 22 уже имеет 80 с чем-то. 82, что ли. Хороший пас, но это слишком нелепо. Дибала берет у нас пас. Контратаке, удар по воротам. Но это опять вратаря, опять вратаря. Пребивает мяч у нас в аут. И сейчас отсюда будем. Не, мы просто так не сдадимся. Чауф у нас мячом. Да, блядь. На угловой уходит мяч. Вот это угловой зарабатываем, да? Отшуметь просто. Это болельщики Арсенала показывают. Игра тяжелая, игра тяжелая. Дибала у нас выбивает углового. Мяч достанется нам все равно. Не торопятся они выходить на мяч. Очень плотная линия обороны получилась сейчас. Александр Арнольд. Саму Костельев. И удар по воротам. Умоворотарь снова вытаскивает мяч угловой. Хорошо, хорошо, замечательно. Удар. Ну, ну, что ты принимал, Чалов? Ё-моё, а? Бля, взял принял в груди. Ё-моё, нафига принимать? Надо было как-нибудь бить туда, переворачивать. Да я не знаю. Очуметь просто, по-моему, забыть. Тут надо было забивать. Хороший момент, чтобы забить гол. Блядь, опасный момент, опасный момент. Ну, блядь, воротарь просто тащит удар. Вот это удар он затащил. Теперь угловой наш ворота. Сейчас посмотрим, где-то выйдет. Рео Мадрид ударяет. И, слава Богу, мимо. Слава Богу, мимо. Повезло. Нам просто повезло. Но слишком сильно получилась у него ударь. Ну что, погнали, выбиваем мяч. На фланг выбивали мячик. Блядь, такие ошибки по оси, блин. Это вообще жестоко. Ошибка жестокая, ошибка в защите, господа. Есть. Мяч наш. Еще один мяч. Ну, я так и чувствую, что сейчас отнимет мяч. Ну, все, свисток 0-0 пока данный момент. Мы играем в гостях. Очень трудная игра, просто говоря, Мадрид. Монак тут 1-1 играет. Ну, что, переходим ко второму тайму. И мы начинаем средний поле. Чалфу назовет первый пас. Второй тайм первого группового матча. Поехали. Обычно уже после первого тура становятся видны лидеры. И кандидаты на выход в плей-офф. Посмотрим, как будет в нашем случае. Один из лучших по игре в пас. Хороший пас. С мячом на фланге. И есть куда бежать. Блядь. Не выигрывает наш игрок. Вынос. Мяч не задержался в штатах. Беги, ты хороший шанс, блядь. Закрыли его, блядь. Однако точности не хватит. Мяч убивает. Но мы с мячом не остаемся, блядь. Такой шанс был перехват. Замечательно был бы, если прошел бы он. Андерсон-Талиск. Шуть не хватает, и он не дает ни точный пас. Да, блядь, кому ты пас даешь, а? Пиздец. Дибау только вытаскивают его, еле-еле, блядь. Может получиться интересная атака. Паула Дибау. Вижу. Такой же запек сделать. Это он так есть там. Ну, блядь, он закрывает наших игроков. Закрывают. Все уже здесь. Блядь, как плохой пас. Ну, я так и думал. Ничего интересного бы не получилось бы. Надо контратаку быстрее, блядь. В общем, пусть разыгрывать. Ай, блядь, какой нетошный пас-то, а. Да, такой пас, блядь, отчимит просто. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Но контратака у нас вряд ли получится. Ну, а что-то, блядь, что-то получится. Может получиться. Да. Ай, блядь, как вратарь утаскивает. Он спокойно утаскивает. Спокойно утаскивает этот мяч. Блядь, шанс заебаческий был, чтобы забить гол. Нет, ничего не получается. И тут мяч, мяч наш. Наш игрок упал. Блядь. Блядь, блядь, прям вратаря, прям вратаря. Пока он там думает, надо перейти на замену. Так, давайте посмотрим так. Ты у нас идешь сюда, попробуешь, а Нелсон у нас будет на поле. Пока все. Нет, давайте тебя поменяем, попробуй. Ты как-то более-менее привык к этой команде. Может быть, из-за этого, что у нас новичок не может ничего сделать в данном моменте. Основное время истекает через 20 минут. В замену готовит тренер гостю. Мы посмотрим, что можем придумать из этого. Нема. Ну? Угловой мяч уходит. На угловой, господа. Так, у тебя замена у нас. Нелсон, конечно, у нас выходит на поле. Посмотрим, что он придумает. Так, угловой, давайте, господа. Они расспасовывать решение, они расспасовывать не будут. От кого ушел-то? От них и от нас, я так не понимаю. Это только Реал Мадрид у нас замена происходит. Еще она. Ну все, здесь больше тут делать нечего, нифига. Тут все, все замучились, е-мое. Вот хороший шанс. Мелсон не готов к этому был вообще. Блядь, не дают даже вообще ударить никак, а? Хорошо защищает Реал Мадрид. Закрыт он, был закрыт. И мы забиваем гол. Дебал у нас забивает гол. Реал Мадрид 1-0 на 81-й минуте, господа. Все-таки мы это сделали. Усилия не стоили бы ничего. Ну это прекрасно. Реализация что-то чувствует. Ну в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и тех, кто не понимает, кто не понимает. Вообще замечательно. Первый гол в Дебал из Лиги Чемпионов, господа. Да-да-да, Реал Мадрид. Игра возобновляется после гола Арсенал. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Иску. Диогу Жотов. Марко Асенсио. Хороши пасы, пасы, пасы. Брянь, сначала просто огни прибежал. Залебись. Смотрим за атакой. И стремительно она разбивается. Хороший пас для них. Но тут врата спокойно справляется. Даем пас. Дебала. Начало, ну Чауф, не был готов к этому. Дебала передачу и ее перехватили. Конечно, блядь, слишком быстро, блядь. Подумал, о, Чауф. Если он стоит в старте в Арсенал, ну, то надо его, как вот, поиграть. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Появляются свободные зоны. Самое время... По флангу. Тут закрыто будет. Тут закрыто все будет. Они тут выбивают. Две минуты добавляют дополнительное время, господа. А сейчас чуть-чуть. Это, может, последняя атака для Реал Мадриды. Нет, даже атаку не надо делать. И мы побеждаем. За счетом 1-0 в этом матче. В гостях Реал Мадриды. Типауа единственный, кто забил гол у нас. Да, хороший на первый тур у нас получается. Это мы все прекрасно видели. Давайте по следующим сведениям. По лучшим сведениям. 0-1, ударов 6-8, ударов створ 3-7. Владимир Мячу 49-51, процент полмяча 2-8. Уголы 4-3. Точные удары 50-8-7. И не то, что пас 89-82. Да, у них точно пас хороша. Но при этом им не хватило этого всего. Мы... Игра была почти на середине. Но по ударам мы лучше делали. СССР Москва проигрывает, я вижу. Ну что, дальше. Дальше у нас тренировочку сейчас устроим. Давай, поднимайся уже 10 минут, что есть молодчина. Это правый у нас. Так, давайте, фракторя. Правый защитник там. Елую надо уж готовить. Потому что он менять. Блядь, не то нажал. Да ёб твою мать. И что это проходить так неохота? Зава обломил всё ему, а. Да, начать. Блядь, что я делаю, не знаю. О, да. А можно как-то выйти? Выход. И что будет процесс? А, на двойку он будет, да? Себись. Ну ладно. Да я время не хочу терять на эту тренировку. Так, 71 у нас получает правый защитник и всё. Так, вы можете, фрактор получил, если бы я из него просто зашёл случайно. Ну ладно. Так, всё окей. Мы на третьем месте. Двенадцать очков имеем. В данный момент у нас пять игр сыграло. Четыре у нас победы, а одна. У нас одно поражение. Что по новостям у нас? Обновление скаута пришли. Обновление скаута. Давайте посмотрим. Этой, конечно, нет. Этой тоже нет. Всё, обойдётесь вы. Тут тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. Надо там пятьсот тысяч минимум надо иметь, чтобы, блядь, мы у тебя подписали. Давай, ещё одного. Триста уже. Вообще-то, триста можно было у 16-летнего. Ну ладно, я отказал ему уже. Всё замечательно. Это понятно. Сборная отправляется у нас. Ну что, переходим к игре. Только дождите секундочку. К игре, прежде чем к игре. Надо поставить состав, который у нас вообще состав есть. Блядь. Да. Ну а сейчас состав у нас годен играть. Даже полностью годен. Ну давайте Нелсона выпустим. Пускай Нелсона у нас сначала старта выпустится. И всё, больше мы ничего менять не будем. Достаточно всего. Достаточно всего. Ну что, погнали. Ну, увидимся в конце лучшика этого матча. Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучший матч. Сейф от вратаря, я так понимаю, в Верпуле. 27-ая минута. Тут надо было забивать. Тут надо было забивать, блядь. Тибао хороший игрок. Меня прям радует. Он тащит эту команду. Так не будет, но что-то делает хотя бы. Так, жёлтая карточка от Верпуля. Тут лучше 58-ая минута. Что тут у нас было? Ну что, не покажут? Что это такое вообще? Что за дождик? Что за глюк? Давайте ещё раз нажимом до интереса. Опять какой-то дождик. Опять какие-то... Ну ладно, фиг с ними. Так, промах на 58-ой минуте. Савах, это тут штрафной у нас. Но это слишком цапа. Удар сделан. Сейф от нашего вратаря. 46-ая минута. Ну скажу, играть чисто было на середине. И 58-ой минуте промах. Ну там погода, дождь. Вы сам видите на камере, был дождик. И за это, может быть, мы отыграли так себе матч. Давайте посмотрим, что у нас вообще было. 0-0 по головам. Ударов 4-3. Ударов 2-2. То, что... Владимир Мичев 40-7. 53%. По центру мяча 3-7. Точина 1-0. Желтых 1-0. Овся 2-1-0. Главы 1-2. То, что удары 50-66. По центру тоже пас 87-89%. Вот такой у нас матч произошел. Так, тут у нас Chelsea с Rester City 1-1. Матч из Синад побеждает. Там команда. Ну сейчас мы перейдем к тому. Давайте сначала дадим игрокам прокачаться. Давай, качайся уже до 75-ти. Простите. Закашель. Так, вратаря. Так, странный полузащитник у нас есть. Вот ты. Давай. Так, левого защитника качаем. И кого-то еще посреднего. Вот давайте правого полузащитника. Все, смотрим. Так, и он не прокачался. Очень жаль. И кто у нас больше никто не прокачался. Тоже очень жаль. Ну ладно, продолжать дальше. Будем так, но все понятно. Я хочу турнировать таблицу. У нас третий тур будет в Кубке Карабай. Это не особо важно. Я хочу в английскую пемьер-лигу и зайти посмотреть, где мы находимся в данный момент. Мы до сих пор остаемся на третьем месте. Все по шесть игр сыграли. Если даже Норвич выиграет следующую игру, он не догонит нас. 13 очков. Крыса Пау 16 очков имеет. Нифига себе. 5 побед на ничья. У нас 4 победы на ничьяного поражения. 9 мы забили, 3 мы пропустили. 13 голов. Ой, 13 очков у нас мы имеем. Так же, как Солк Гемптон. А все лидеры пока что еще собираются. Да, я так понимаю. Вот Берни, который занимает 18 мест, мы проиграем в прошлом матче. И тут у нас нифига. Реал, Лидс Юнайтед находится на последнем месте. 0 очков. 6 матчей. 6 поражений. 2 забили. 15 пропустили. У них следующая игра против матчей с Сити. Да, серьезно. Иногда у них соперник будет. И что у нас по новостям? Мое игровое время, понятное дело. Все ясно. Все хотят играть. Ну что, на этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии в треки прохождения. Всего удачи вам. И пока. Продолжение следует.